Мои дорогие, я приветствую вас. 20 апреля 2020 года. С вами Любомир Богоявленский. И в этом прямом эфире я хочу поздравить с днём рождения удивительного человека, уникального мастера. Человека, эфиры которого стали для меня теми уникальными уроками красноречия и уроками мастерства, которые по сей день мне помогают и которые формировали меня как мастера. Я поздравляю родную, дорогую, милую Маргану Ирину Позняковскую. Солнышко, с днём рождения вас. И я хочу пожелать вам от чистого сердца счастья, процветания, радости и благополучия. Вы создали уникальную империю магии, ваш орден сакральных знаний, вашу школу. Вы создали ваше царство магии, в котором вы, добрая богиня, светлая госпожа и милая повелительница. То солнышко, которое дарит людям смысл жизни, укрывает их от бед и негатива. Вы для сотен людей на планете Земля – Матери. И то духовное, уникальное, женское начало, которое исцеляет людские души. Ваши ученики есть по всем уголкам мира. Я не могу сказать, что я ваш ученик в прямом смысле слова, потому что я никогда не учился в вашей школе, я не был вашим студентом. Но для меня вы – духовный учитель и наставница, потому что ваши видеоролики, дорогая Маргана, они просто заряжали, всегда меня и заряжают невероятным творческим вдохновением. Вы – моя муза, вы тот светлый, уникальный ангел, та уникальная, милая женщина, благодаря которой я как никогда полюбил женщин, потому что вас, родная Маргана, ну просто нельзя не любить, вы излучаете любовь, вы излучаете покой, потому что у вас, у ваших владения царит покой. Царит мудрость, царит свет и истина. В этом прямом эфире, в ваш день рождения, я хочу поделиться светлыми воспоминаниями о том, как мы знакомились, как вообще в своей жизни я узнал о вашем существовании. И вот моя книга 2016 года «Учение Любомира Богоявленского», и там уже в этой книге я посвятил вам свой первый стих. Мы только буквально познакомились, но познакомились еще с вами были в интернете. Я хочу зачитать этот стих, вот спонтанно свой, который я вам посвятил, в своей книге был, опубликовал, потому что я настолько был вами тогда вдохновлен, это было такое счастье, это была такая радость с вами познакомиться в том уже далеком, скажем, 2016 году. Великая Маргана Злата посвящается участнице битвы экстрасенсов 12 и 13 на СТБ, основателю эзотерической школы «Путь жрицы», ведущему эксперту Центра магии Провида Великой Маргане Злате Ирине Позняковской. Школу «Путь жрицы» основала Центр магии для всех создала Главный эксперт, мастер Провиды, сильный оракул, жрица Исиды, Великая Маргана Злата, маг, медиум, парапсихолог, Мастер экстрасенсорных практик, провидица и нумеролог. 26.11.2016 год, 17 часов 54 минуты. Родная Маргана, как же я вас люблю! Я написала этот стих в вашу честь, потому что наше первое заочное знакомство произошло тогда, когда я увидел ваш эфир в моей любимой передаче «Провида». В моей жизни было и есть на данный момент только две любимые телеведущие этого проекта. Это вы, солнышко Маргана, и это мастер Веринея. Именно по вашим прямым эфирам я учился красноречию, я совершенствовал свое мастерство. Без преувеличения, вы и Веринея самые любимые экстрасенсы на всем СНГ, да и во всем мире, потому что только ваши прямые эфиры и эфиры Веринеи я иногда для души пересматриваю годы напролет. И каждый раз, когда я слышу ваш голос, родная Маргана, когда я вижу вас на «Провида», вы знаете, я открываю для себя какие-то новые грани. Я преисполняюсь такой мощной, что хочется творить, создавать, ваять, хочется развиваться. И вот тогда, в прошлом, в далеком 2016 году, я увидел вас. Вы были главной телеведущей Центра магии «Провида», сильнейшим экстрасенсом и мастером этого уникального центра мастерства. Уважаемая моя дорогая Веринея, она уже в то время, вот, она была с проектом, как бы ушла в то время, и вы стали, вы вошли в проект, и вы стали великой телезвездой «Провида». И вас зрели тысячи, до десятки тысяч зрителей этого уникального телеканала «Спутниково», где транслировался Центр магии «Провида» в то время. И я увидел вас. И я был настолько потрясен вашей не только дикцией и интонацией, а вашим мастерством, потому что вы взяли в руки вашу потрясающую карту «Оракул Ленорман. Ключ. Храм души». Это авторская колода «Морганы», модифицированный «Оракул Ленорман» с дополнительными уникальными картами. Это одна из моих тоже любимых колод. Вот эти уникальные карты мастера «Морганы». Эта белая карта символизирует светлую полосу. Невероятно красивые вот сердце и другие карты. Нарисована она художником Погореловым, мастером «Органа». Создала, извояла вот такой уникальный проект и наполнила эти карты новой уникальной символикой. И я увидел, как вы делаете расклады в Центре магии «Провида». И я увидел ваши техники и ваше мастерство. И, вы знаете, когда я вас увидел впервые по телевидению на этом телеканале, я просто в вас духовно влюбился, потому что мне так захотелось. А я, вы знаете, насколько люблю учиться и брать новые, если я вижу, что мастер уникальный и сильный. Мне так захотелось почерпнуть вашу мудрость, ваши знания. И я начал смотреть ваши эфиры и наслаждаться, просто духовно кайфовать, как я кайфую, наслаждаюсь от просмотра мастерства мастера. Вернее, Валентина Никитенко. Также я с величайшим наслаждением смотрела ваши прямые эфиры. Они настолько уникальные, настолько потрясающие, настолько глубокие. И, вы знаете, я тогда помню, что я не выдержал, и я решил, что бы то ни стало, вас найти где-то в интернете. И начал искать Моргана. И, слава высшим силам, тогда в 16-м году я нашел вас. И мы впервые в виртуальной реальности познакомились с вами, побеседовали. А дальше уже я написал первые стихи. Настолько был потрясен, что я внес этот стих в вашу честь. И стихи очень значимых людей, дорогих для меня людей. Ну, конечно, не все дорогие люди вошли просто в эту книжечку, маленький формат. Но в то время я именно брал в основном эту эзотерическую тему. Людей-эзотериков и тех, кто мне очень дорог и важен на тот период в моей жизни. И, конечно, я посвятил стих в вашу честь. И после этого, уже в 2017 году, мы впервые с вами увиделись, познакомились. И вы мне были почтой, выслали вашу колоду, подарок. Очень я был вам благодарен по сей день. Путь жрицы. Вы выслали мне в подарок ваши Тару уникальные. Тару-морганы. Путь жрицы. Красивенная колода. Очень уникальная. Такие большие, красивые карты Тару. Вот, тоже нарисованы художником. Уникальная символика этих карт. Вот. Энергетика невероятно сильной. Жрицы, женщины. И я с радостью просто эти карты принял как ваш духовный дар. И мы с вами познакомились в реале. И вы знаете, были у нас встречи с вами и в Киеве мы встречались, и в Харькове. Вы меня приглашали к себе в гости. Я гостила у вас. Было незабываемое впечатление. И мы с вами увиделись в Одессе. Я помню это прекрасное время, когда мы купались в море, медитировали. Мы проводили там, в Одессе, уникальные ритуалы и обряды. Вы знаете, что я очень много лет еще до встречи с вами изучаю карты Тару. И эта тема для меня очень глубинная, глубокая. Вы знаете, сколько книг по Тару я еще до встречи с вами, солнышко, прочитал. Это и Тару Тота, Алистера Кровли. Это и книга по Тару, мастера, великого гения Папюса. И другие книги по Тару. Разные альманахи, статьи. В том числе на английском Павла Хасана, Пол Хьюсен. Он замечательные трактаты от Тару писал. Мне очень нравятся его книги. Какие его гениальные, трудные. И я благодарен вам, что когда я решил создать свою авторскую систему итоговую, как подвести итог своей жизни за 30 лет пройденного пути, мистический путь гея, литера черта Любомира Богояринского, вы меня вдохновили и тоже поддержали в то время. И я благодарен за то, что мою третью колоду второй вечности нарисовал ваш, харьковский художник, гений Погорелов. Это уникальная система, которая состоит из старших арканов. И там пару карт дополнительных. К сожалению, из-за этого карантина и ситуации, нестабильное финансовое издание этой колоды у меня задерживается на неопределенный период времени. Но тем не менее, колода невероятно красивая. И вы муза этой колоды. Вы императрица этой колоды. Вы та уникальная моя муза и жрица, которая вдохновила меня на создание моей третьей колоды Тарун. Для меня вы духовные учители. Я говорю, хоть я не учился у вас в реале, в школе, потому что мы уже как мастера встретились. Я пусть уже участие в проекте «Битва экстрасенсов» и в других эстетических передачах уже снимался тоже. И вы, как главный телеведущий Центра магии и Провида, как главный эксперт, тут мы были, увиделись, встретились. Но вы знаете, сколько я от вас почерпнул мудрости. Сколько я почерпнул от вас мастерства. Вы помогли очлифовать некоторые моменты, которые для меня еще были тогда по нехватке опыта непонятны. Профессиональное консультирование клиентов. Вы дали мне от себя огромный, скажем так, не просто духовный подарок, а вы дали мне огромный толчок к саморазвитию. Вы выступили для меня примером для подражания, потому что я не отрицаю то, что вы и Веринея, вы те два уникальных мастера, которым я во многом подражала. В реале, в работе с клиентами и подопечными. И я благодарен вам, Моргана, солнышко, что вы в моей жизни появились, что вы пришли, потому что с вами я вошел в состояние мастера. Самые лучшие эзотерики, мне так повезло, выступили моими духовными наставниками, учителями. Это Сергей Небога, это Веринея, и, конечно же, это вы, и потому что с вами я завершал мистический путь Гея, с вами я подводил великие итоги, и с вами я стал мастером. И вы помогли, чтобы вот те последние моменты, которые еще меня отделяли от мастерства, я мог преодолеть и саморазвиться до этого уникального уровня. Я люблю вас навсегда, родная Моргана. Я вас обожаю, и вы для меня тот родной человек, та значимая личность, которая вызывает у меня постоянное не только саморазвитие, а просто ощущение счастья. Я счастлив, что на этой земле есть такие великие женщины, такие мудрые личности, такие светлые, духовные, высокоинтеллектуальные гении, как вы, потому что вы, Моргана, гений, вы великий уникальный творец, а ваши колоды – это инструмент для решения психологических проблем для всего человечества. Я желаю, чтобы ваши уникальные творения, ваша целая и великая империя магии мастера Морганы Ирины Позняковской развивалась и достигала масштабов всей планеты Земля. Я хочу пожелать вам творческого вдохновения, чтобы вы достигли еще новых вершин, и чтобы ваше творчество и творческие новые уникальные проекты помогали всему человечеству в этот тяжкий час становиться добрее, светлее, сильнее и мудрее. Солнышко Моргана, будьте благословенны! Я поздравляю вас с днем рождения, обнимаю вас и надеюсь, что в грядущем обязательно мы с вами увидимся в реале. Будет тот уникальный час нашей встречи, когда мы, как мастера, сядем с вами за карты Тару, будем читать эзотерические книги, философствовать, обсуждать какие-то уникальные духовные темы. И я смогу обнять вас в реале. Очень вас люблю, скучаю, и от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения, потому что три уникальные личности, которые помогли мне, как мастеру, встать на этот путь. Это Труица, это Вы, солнышко Моргана, это Сергей Небуга, и это мастер Верения Валентина Никитенко. Благодаря вам, взаимодействуя с вашей уникальной личностью Моргана, я трансформировалась в солмастера, а ваши прямые эфиры в Центре магии и провида я пересматриваю по этот день. Но у меня, к сожалению, не все видеоролики сохранились, поэтому попрошу вас сбросить мне при возможности еще частичку, если они у вас есть где-то, в ваших прямых эфиров провида. Очень вас люблю, поздравляю с этим праздником, с днем рождения, родная Моргана. С любовью и уважением, ваш Любомир Богоявленский.